Всем привет! Спасибо, что подключились! Вы на канале ZenView и сегодня мы рассмотрим последнее творение от польской студии Bloober Team. Но прежде чем мы начнем, давайте вы подпишитесь на канал и обязательно нажмете колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые обзоры игр. Ваша подписка и лайки – это наилучшая мотивация продолжать делать новые обзоры и разборы игр. Подписались? Ну что же, начинаем обзор The Medium. The Medium – это новейшая игра от поляков, страшно подсевших на попытки сделать крутой психологический хоррор. Когда ребят штырило нормально, у них получились неплохие The Lairs of Fear и Observer. Но когда случались злои с поставкой вдохновения, они родили на свет убогие The Lairs of Fear 2 и Blair Witch. Но в этот раз, судя по всему, поставка вдохновения наладилась и The Medium получилась как минимум неплохой. А вот насколько – вы узнаете буквально через несколько минут. Стоит отметить то, что The Medium – это Microsoft Exclusive и данная игра недоступна на PlayStation и других платформах. Кроме того, The Medium идет как Next-Gen игра, оптимизированная под Xbox Series X. Вау, новая игра с Next-Gen графикой? Круто! Скажете вы. Но я поспешу вас огорчить. Визуальная игра в целом выглядит неплохо. Некоторые локации выглядят достаточно симпатично и освещение в игре в целом хорошее. Но ничего запредельного и Next-Gen в игре попросту нет. Более того, как и все игры прошлых поколений, работающие на Unreal Engine, The Medium страдает от долгой прогрузки текстур, из-за чего порой вы будете видеть дичайшее мыло до тех пор, пока не прогрузятся текстуры. И это на SSD-накопителе. The Medium повествует о девушке Мэри Энн, обладающей способностью находиться одновременно в реальном мире и в параллельном мире демонов. Девушка постоянно видит один и тот же странный сон и в какой-то момент принимает звонок от незнакомца по имени Томас, который зовет ее в заброшенный курорт Нива. По прибытии в данное место героине предстоит разобраться в том, что происходит, и найти того самого Томаса, который ей звонил. Геймплейно игра на 90% представляет из себя симулятор ходьбы с изучением локаций. В игре почти нет экшена, вообще нет врагов, за исключением единственного на всю игру монстра и мотыльков. Правда, мотыльки выполняют всего лишь роль преграды на пути героини, которые просто висят большими скоплениями в фиксированном месте. Все, что вам предстоит делать в игре, так это ходить по пустым локациям, собирать записки и решать безумно простые задачки для продвижения дальше. Но не все так уныло и плохо, как может показаться с первого взгляда. Дело в том, что основной фишкой и механикой игры является то, что Мэриэн может одновременно находиться в двух измерениях, в реальном мире и в мрачном мире демонов. В такие моменты экран либо разделяется на две части, вертикально или горизонтально, и мы видим одновременно Мэриэн в двух мирах, либо же героиня полностью находится в том или ином мире. По началу, переходы в мир демонов и разделение экрана будут происходить в строго заскриптованные моменты, но чуть более позже по игре у вас появится возможность при помощи зеркала переключаться между мирами самим, опять же, для решения несложных задачек. Когда героиня находится сразу в двух мирах, игроку необходимо будет находить предметы в одном мире, недоступные в другом. Мэриэн может влиять на мир демонов из реального мира и наоборот. В один момент вам необходимо будет передвигать стрелки часов в реальном мире, для того, чтобы в мире демонов произошли необходимые изменения. В другой раз в мире демонов необходимо будет сперва найти все части глобуса, собрать его и после этого, вращая глобус в реальном мире, открыть проход в мире демонов. Иногда будут встречаться двери или проходы, в которые может зайти только героиня в мире демонов. И для этого вам необходимо будет отделить дух от тела, для того, чтобы исследовать локацию и найти необходимый предмет. Но слишком долго дух без тела находиться не может, и героиня в мире демонов начнет потихоньку исчезать, и в этот момент вам необходимо будет вернуться в тело, чтобы, так сказать, перезарядить запас здоровья в мире демонов. Взаимодействие сразу в двух параллельных мирах – это прикольная и интересная идея и механика, но, к сожалению, это единственное, что есть интересного в игре. Сюжетная линия в целом неплохая, но она очень предсказуемая и очевидная. Буквально через пару часов от старта игры вы с очень большой вероятностью догадаетесь, что происходит. Есть в игре один момент, который бесит из-за того, что его постоянно вставляют, а под конец игры так вообще заставят повторять его по нескольку раз за короткий промежуток времени. Это когда вам при помощи старой ржавой бритвы необходимо медленно и нудно разрезать сшитые два куска кожи. И вот ладно бы это было всего пару раз за игру, но нет, таких моментов напихали слишком много, из-за чего они реально успевают выбесить за и так непродолжительное прохождение. Из приятного стоит отметить очень классное музыкальное сопровождение, которое просто безумно напоминает музыку из игр Silent Hill. Но это и не удивительно, ведь композитор игры – сам Акира Ямаока. Да и в целом, если начать разбираться, то становится очевидным то, что The Medium идеологически почти полностью копирует Silent Hill. Начинаем загибать пальцы. В начале игры главный герой получает странный зов, завлекающий его в некое заброшенное место, и при этом главный герой особо ничего не помнит из своего прошлого. Ведомый желанием найти источник зова, герой прибывает в заброшенный город, лагерь или базу отдыха. В данном месте выясняется то, что много лет назад здесь произошло что-то массовое и ужасное. Герой может находиться в реальном мире и в параллельном мире демонов. Все демоны и вся мерзость в мире демонов напрямую связана с главным героем, с его прошлым и с его близкими и родными. У главного героя есть какой-либо близкий человек, чьи мучения и страдания привели к разделению души, и темная сторона души устроила ад и бакханалию. В конце игры главный герой все вспоминает и осознает, то что кто-то из его близких повинен во всем трендеце происходящего в мире игры. Но конечно же, The Medium достаточно далеко до крутизны и проработки Silent Hill, но явная попытка почти все скопировать очень отчетливо замечается. Как и было сказано ранее, в игре почти нет экшен-моментов, а те что есть, представляют из себя просто бег из точки А в точку Б, когда за героиней гонится монстр. У вас нет возможности отбиваться от монстров, у вас нет оружия или чего-то подобного. Есть несколько типа стелс-моментов все с тем же единственным монстром, но стелс в игре безумно кривой и вообще не нужный в такой игре. Вам необходимо пригнуться и задерживать дыхание, для того чтобы монстр вас не обнаружил. И вот в позе раком с закрытым ртом, вам всего лишь необходимо вновь пройти из точки А в точку Б. И все. По каким-либо причинам монстр пропадет, и далее вы продолжите блуждание по пустым локациям до следующего триггера. В The Medium банально даже нет босс-файтов. Вы даже не сможете сразиться с тем самым надоедливым монстром, преследовавшим вас всю игру. Все моменты, когда героиня оказывается один на один с каким-либо демоном, представлены в виде кат-сцен, в ходе которых Мэри Энн уничтожает демона просто одним прикосновением. Ну и самое удручающее, это то, что The Medium вообще ни разу не хоррор. В игре попросту нет ничего страшного и пугающего. Это скорее легкий мистический триллер, и то очень лайтовый. The Medium это все же неплохая игра, явно лучше, чем Lairs of Fear 2 и Blair Witch. В игре неплохой, но жутко предсказуемый сюжет. За попытку скопировать Silent Hill, конечно же, полякам однозначно стоит сказать спасибо. Но, к сожалению, у них это все вышло очень дешево и на очень среднем уровне качества. Геймплейно, кроме ходьбы, простых задачек и кривого стелса, в игре более ничего нет. Да и к тому же, вся игра легко проходится часов за 6. Отдельно стоит отметить ужасное техническое состояние игры, а именно ее фиговую оптимизацию. Эта игра умудряется тормозить и не выдавать 60 фпс даже на RTX 3090. И глядя на то, как она выглядит, возникает вопрос, а что в ней так сильно кошмарят топовые видеокарты? На Xbox Series X вообще не ощущается никакого профита от SSD накопителя, и фпс довольно часто проседает ниже 30. Покупать The Medium за 50 долларов однозначно не стоит. Если очень хочется попробовать данный недо-хоррор, то можете поиграть в него по подписке Game Pass, в котором игра доступна с самого релиза. Ну а теперь подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали этого в самом начале ролика. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пишите комментарии и переходите смотреть другие видео, доступные на канале. Больше лайков, больше желания делать новые ролики для вас. С вами был ZenView, увидимся с вами буквально через минуту, если вы перейдете смотреть остальные ролики на канале. Всем приятного времяпровождения!